Каждый день сюда, в пункт приема отхода в Казани, приходят десятки людей. Бывает, что и очереди собираются, говорят приемщики. Принимают и картон, и макулатуру, и полиэтилен, и алюминиевые банки. Выгоднее сдавать банки алюминиевые. 35 рублей килограмм. Ну, их сложно идти. Ну да, их меньше носят. В основном картон, макулатуру. Бывают очереди. Прям стоят, народ выстраивается, ждут. Порой не успеваешь даже. Мы сюда приносим картонки. Потому что другие подбирать очень тяжело. Но очень много народу бывает. Желательно бы в нашу сторону тоже приемный пункт бы организовали. В Татарстане ежегодно образуется полтора миллиона тонн твердых коммунальных отходов. И лишь от 10 до 20 процентов из них попадает на переработку, обретая вторую жизнь. Львиная доля аккумулируется на полигонах, потенциал которых почти исчерпан. Полигонное захоронение, знаете, где может быть реализовано? Там, где для этого действительно еще остаются ресурсы, есть, позволяет и земля позволяет, и объем отходов не такой большой, значит, что можно реализовать эту схему. Нельзя делать ставку только на захоронение. То есть обязательно надо захоронивать только хвосты. Причем сделать основной упор именно на развитие раздельного сбора, на развитие мусоросортировки. Когда мы выходим из своей квартиры дома, у нас в руках должно быть два, значит, три пакетика, чтобы вот здесь стекло, вот здесь металл, вот здесь бумага, вот здесь пища. Вот. Ну тогда, наверное, намного было легче вот везти и взять вот этот оборот, вторичный оборот. Мы могли пустить еще те вещи, которые, скажем, еще вполне пригодны. А так все в одной куче идет. В одной куче идет. Это уже вот на этом этапе мы создаем проблему. В конце января делегация из Татарстана посетила один из московских мусоросжигательных заводов. Увиденная технология термической переработки твердых коммунальных отходов произвела на татарстанцев глубокое впечатление. Абсолютно ничем не пахнет. Я даже не думал, что они ежедневно принимают по тысяче тонн такого отходов. Тут твердых потовых отходов в объеме тысяча тонн. Тысяча тонн принимают. Зашли в завод. Это действительно современные такие установки. Махина такая. И там никакого запаха нет. Абсолютно. И посмотрели прохождение вот ТКО, твердых коммунальных отходов. Идет очистка, убирает металл, убирает стекло. А потом остаются самые, как они называют, хвостики. И они их пропускают через котельную. В этой котельной температура доходит до тысячи градусов. И вот здесь используется, есть не только экологические стороны, есть экономические. Они здесь берут тепло, электроэнергию. Вредность этого завода приравнивается работе пяти грузовых автомашин. Вот представьте, если у нас автомашины это где-то миллион двести штук, грузовые и маленькие. Поэтому завод имеет перспективу. Это не атомная станция какая-то. Мы не увидели, в чем там может произойти эта аварийная ситуация. Просто не увидели. Настолько с одной стороны все просто, с другой стороны все надежно. Мы же сами прекрасно понимаем, что чем проще, тем надежнее. В Татарстане уже разработана территориальная схема обращения с отходами. На карте указаны две зоны – восточная и западная. Для строительства мусорожигательного завода в Казани выделена площадка на значительном удалении от жилой застройки. В непосредственной близости от полигона Восточный и закрытой к городской свалке Самосырово. Начало строительства завода запланировано на октябрь 2017-го. В эксплуатацию предприятие будет введено не раньше 2021 года. Проект обязательно должен будет пройти общественное слушание, процедуры оценки воздействия на окружающую среду и государственную экологическую экспертизу.